здравствуйте дорогие друзья вас приветствует галина конышева это видео я посвящаю большевистской революции преддверии праздника великой октябрьской социалистической революции 7 ноября потому что сегодня но идет буря просто у нас монархизм во всю поднимает голову нас вообще не пойми что происходит да не пойми какая власть и не только у нас во всем мире некий хаос он прям ну очевиден именно хаос потому что у нас в стране очень многие не прислушиваются даже к законам российской федерации которые являются управляющей компанией у которой есть проект конституции но даже его попирают то есть вообще непонятно тогда кто правит кому подчиняются чиновники потому что управляют у нас именно чиновники и заставляют подчиняться себе простых работников и через них проводят некий эксперимент который очень смахивает на геноцид но и вот во всем этом во всей этой мути происходит еще и поднимание головы монархистами активная и за это время и предвремени перед этим временем было много того что бросов по поводу того что вот они большевики проклятые вот как было хорошо при царе вот какая была российской империи замечательно и вот большевики пришли все разграбили пришли и устроили хаос и устроили нищету и голод и так далее вот у меня есть опровержение некая прям буквально коротенький ролик есть такая книга сергея рахманинова его сборник пишу специально прямом эфире без подготовки если мне такая книга литературное наследие сергей рахманинов именно пишу в прямом эфире для чего для того чтобы если я сделаю скрин или скан скажут ну там это все можно исправить подправить это все интернет в котором можно все что угодно исправить вот специально для тех кто не верит мне там каких-то аспектах я поэтому говорю явные доказательства да отчасти страдает качество но ничего страшного зато доказательства стопроцентные вот книга что написано пером не вырубишь топором книга 80-го года уже 40 лет прошло книга моей молодости сергей рахманинов литературное наследие том 2 письма и здесь конечно целый том письма мы знаем что сергей рахманинов он эмигрировал из россии и всю жизнь он прожил вне россии и умер он тоже как эмигрант за границей а перед этим это был российский поданный сергей рахманин композитор и пианист поэтому перехожу сразу к делу его письмо мне закладочка и так закладочка у меня есть здесь начинается у нас вот 914 год доставит дату сразу скажу что раньше этого нет так вот у нас 7 августа 916 год но мы его пропустим 26 января 917 года пока еще такие письма не тревожные 8 февраля 1917 год в москве милый саша твоя вера и ты вы мне обещали чистосердечно сказать когда моя остановка у вас квартире вам будет неудобно я знаю что к вам вернулась оксана и живет теперь дома я же приезжаю петербург 20 февраля уведомьте меня пожалуйста о квартирном вопросе если мне у вас нельзя остановиться что я предполагаю то позвони дирексу чтобы он отыскал номер в гостинице и вот с этого момента я пожалуй начну сейчас пропускаю совет русского музыкального фонда передав зилоте половину сбора с моего последнего концерта в кассу русского музыкального фонда я был доволен если совет найдет возможным выдать из этой суммы 200 рублей романовскому 200 рублей гнесину и 200 рублей логановскому о тяжелом материальном положении которых я слышал вот мы уже понимаем что это 22 февраля 1917 года февральской революции у нас происходит это как раз первая буржуазная революция дальше письмо 14 марта 1917 года свой гонорар от первого выступления в стране отныне свободный на нужды армии свободный при сём прилагает свободный художник рахманинов свободное тоже у нас появляется три колор тот самый то есть правит временное правительство дальше читаем март 1917 года комиссару города москвы прошение я хочу напомнить тем кто не знает что это еще не большевистская революция это буржуазная революция которая произошла царя уже нет царя уже свергли петербурге сидит временное правительство флаг три колор вот точно такой же который у нас сейчас комиссара города москвы прошение глубоко уважаемый николай михайлович желаю дать концерт определив весь чистый сбор на нужды нашей армии да идиотом первой мировая война с германцами с немцами сим имею честь покорнейше просить вашего разрешения вас разрешить мне устроить этот концерт в день вербного воскресенья 26 марта днем или вечером здание большого театра разрешение от г заведующего большим театром собинова имею свободный художник рахманинов следующее письмо в редакцию газеты русские ведомости 6 апреля 1917 года москва при всем прилагаю отчет по данному мною 25 марта сего года большом государственном театре концерту на нужды армия приход поступил от продажи билеты 80 58 рублей 60 копеек от продажи программ 216 рублей 40 копеек итого 8 тысяч 275 рублей расход удержано большим государственным театром за хранение платья освещения прислугу 609 рублей 96 копеек уплачен оркестру большого театра за участие в концерте 1223 рубля объявление в газетах и афиши 317 рублей 75 копеек уплачено рабочим за устройство и разборку эстрады 175 рублей уплачено за право продажи и печатание программ комплект билетов прокат стульев мелкие расходы 164 рубля и того расхода 2489 рублей чистый остаток по концерту всего 5 тысяч 785 рублей 29 копеек остаток в сумме 5 тысяч 785 рублей 29 копеек при всем прилагаю и прошу вас его переслать господину военному министру на нужды армии по его усмотрению пользуясь случаем выразить благодарность и а куперу за его благосклонное участие в концерте а также фирме андрей дидерихс за ее любезное содействие по устройству этого концерта сергей рахманинов сергей рахманинов выступает благотворительным концерт их на нужды армии первой мировой войны что у нас дальше происходит свободным себя художником уже называет дальше много уважаемый борис владимирович отвечаю на ваши вопросы первые колокола клавир вам высланы новые сюда в печати вышли вариации 22 играл сокращенном измененном виде предполагаю внести поправки в новую редакцию если вам понадобится что-либо от меня узнать пожалуйста пишите мой летний адрес москва кузнецкий мост дом 6 магазин российского музыкального издательства с искренним уважением сергей рахманинов вот кстати для экскурсии интересный адрес москва кузнецкий мост дом 6 и дальше у нас приближается великая октябрьская социалистическая революция ну по всей видимости еще не знаю чего приближается но что-то приближается но пока у нас сидит временное правительство и триколор это 1 июня 1917 года ессентукем островская улица дача фигуровой милый мой саша я живу в ессентуках куда приехал лечиться чувствую себя довольно скверно к тебе обращаюсь с просьбой которые прошу по возможности скорее исполните мне ответить буду краток сначала только несколько объяснительных фраз на свое имение ивановку я истратил почти все что за свою жизнь заработал сейчас в ивановке лежит около 120 тысяч на них я ставлю крест и считаю что здесь последует для меня крах кроме того условия жизни там таковы что я после проведенных там трех недель решил более не возвращаться у меня осталось еще около 30 тысяч денег это конечно кое-что в особенности если можно будет работать и зарабатывать но тут у меня опасение еще одного краха все окружающие на меня так действует что я работать не могу и боюсь закисну совершенно все окружающие мне советуют временно из россии уехать но куда и как и можно ли просьба к тебе состоит в том чтобы ты нашел минутку свободную терещенко и посоветовал бы с ним возможно ли мне рассчитывать получить паспорт семьей на отъезд хотя бы в норвегию данью швецию все равно куда куда-нибудь можно ли получить такое разрешение к июлю можно ли взять с собой оставшиеся деньги или часть какую поговори с ним может он еще что посоветует ему с горы виднее поговори и дай скорее ответ твой sr то есть мы видим что здесь уже паника у рахманинова ему советуют уехать из россии ну пока временно вот он ищет куда ему уехать и он уже свое имение он считает потерянными деньгами своем имении в ивановке он уже не может вернуться и забрать свои деньги которые он зарабатывал всю жизнь копил по всей видимости на черный день может быть вот то что есть собой у него но это тоже приличная сумма то есть он не будет голодать но все он лишается большей части и это еще не большевистская революция следующее письмо 22 июня 1917 года есентуки милый саша недели три тому назад я тебе письмо написал который очевидно пропала так как я и мысли не допускаю что ты мне на него не ответил повторяю вкратце что я писал и о чем тебя просил мне хотелось бы чтобы ты переговорил с терещенко и спросил у него мог ли бы я получить со всей семьей заграничный паспорт на год чтобы уехать в швецию норвегию данью или англию или францию вообще куда-нибудь из россии выехать может быть михаил иванович посоветовал бы что-нибудь от себя спрашивала я еще можно ли скорее взять с собой денег узнай об этом поскорее немедленно сообщи мне в москву ответ куда выезжаю 30 июня и надеюсь приехать 2 июля адресу и письмо по всегдашнему адресу прибавлю еще что если моя просьба возможно исполнимо то я бы хотел выехать в июле чем скорее тем лучше пришел я к такому решению так все мое состояние находится в ивановке но это все приходится на это все приходится поставить крест прожив и промучившись там три недели я решил более не возвращаться не спасти не поправить ничего нельзя у меня остается на руках незначительная часть денег минус долговые обязательства на ивановку то есть если бы я просто подарил сейчас гражданам ивановку что мне приходило в голову долги остались бы все-таки на мне таким образом не надо работать и я не отказываюсь и не падаю духом но теперешней нашей обстановке мне крайне тяжело и неудобно работать почему и решаюсь лучше уехать на время если я приеду в москву когда приедет к тому же времени семья и получать себе отрицательный ответ то я буду в очень затруднительном положении куда нам всем деваться и что предпринять будь добрый поговори посоветуйся отнесись ко мне душевно может быть что то и придумайте всем поклон твой ср ну вот уже начинается национализация еще до всех большевиков уже начинаются какие-то гражданские отношения уже ивановка это имение рахманинова он она ему уже не принадлежит все то есть хотел бы он ее отдать или нет она уже национализирована получается гражданами он на ней ставит крест но ему придется платить долги по долгам он это понимает он не знает что делать он просит помощи у некого терещенко следующее письмо 5 июля 1917 года как мы понимаем еще нет никакой большевистской революции москва милейшие добрейшие веселейшие не на павловна третий день я в москве доехал хорошо вашей провизии в дороге не пользовался кормили на стране и это к лучшему так как москве ничего достать нельзя и я питаюсь от ваших щедрот то есть вашими закусками да еще и молоком который мне присылает милый коля брунов это все семья моя приедет сегодня вечером поезд опаздывает на девять часов по их приезде начнем обсуждение вопроса куда и когда выезжать так как вы поживаете как здоровье свободен ли до ныне шкаф и пустые пространства под мебелью как н.н. ее клиентура по слухам и у нее в деле хвосты и очередь от родное явление будьте добры передать мой привет милым аваковым и всем кто меня помнит мари павловне особо и в первую очередь будьте здоровы и счастливы чего желаю от всей души следующее письмо сатиной 26 августа 1917 года милая фуфань пишу последнее письмо тебе в москву куда думаю ты уже приехала хочу тебе сказать что по всем вероятен я выезжаю отсюда 1 2 сентября и надеюсь быть москве четвертого поздно вечером на этих днях то есть 30 августа я играю в ялте взял себе этот концерт чтобы что-нибудь заработать жизнь здесь ужасно дорога и мы много истратили как не противно сейчас выступать все-таки решился третьего дня получил от тебя сразу два письма конечно очень грустно что дождь помешал молодьбе но еще грустнее для меня что молодьба до твоего отъезда не кончится что там только будет до свидания надеюсь тобой скоро увидится пользуясь случаем еще раз отсюда поблагодарить тебя за твою кровь который пил с июля месяца выйду вернее 3 твой с.р. вот так и дальше у нас уже начинается 12 января 1918 года то есть революция прошла писем рахманинова в этот момент нет но он выехал за границу он успел выехать до революции за границу потому что вот оно письмо 12 января 1918 года милый друг модест отвечу по порядку переехали мы сюда в копенгаген две недели назад в начале осени я было думал ехать в америку рассчитывая там найти какой-нибудь заработок но меня отговорил американский консул в москве сказав что в америке сейчас занимаются только войной они концертами я и раздумал сижу сейчас здесь и может быть до лета кое-где и сыграю здесь хотя тут немного подходящих городов для игры да и музыка тут представлена слабо немножко успокоюсь отдохну и может начну работать тут хоть покой есть если нет денег конечно ничем не смог помочь твоей просьбе при езде через петроград видел глузунова который мне сказал что тебе ответил и всего того что ты мне пишешь про меня мне более всего понравилась твоя идея исполнить вокалист в стиле арии баха это правильно и я так и думал надо чтобы мелодию играли несколько скрипачей в унисон помнишь как когда-то сжимали не помню в каком городе я так и слышал этот века вокалист исполнены десятью скрипачами в аранжировке пресса в унисон звучало великолепно я был очень доволен попробует и так сделать только транспортируй в ем мэйл о уже тогда был ем мэйл твоя идея консерватории в нью-йорке также блестящие тебе надо пожелать только успеха до свидания прими мой душевный привет и пожелание всего наилучшего тебе брату и всем твоим я проживу здесь надеюсь долго если захочешь твое письмо меня здесь застанет разрешение на жизнь здесь у меня имеется по 1 мая вот какая фраза разрешение на жизнь у него имеется по 1 мая сейчас говорят на жительство а тогда писали разрешение на жизнь твой рахманинов смеешься ли ты по-прежнему я как сейчас тебя вижу ну вот на этом я хочу закончить этот фильм обзор писем рахманинова и того периода который предстоял перед великой октябрьской социалистической революции социалистическая пришла на смену буржуазному строю после триколора появился красный флаг серпом и молотом и пришла власть рабочих и крестьян хотела бы закончить этот фильм но вот встретилась мне такая статья супруга сергея рахманинова раскрыла семейную тайну лишь перед смертью сердце композитора принадлежала не ей одной но у рахманинова значит была еще какая-то любимая женщина дело в том что наталья сатина это его двоюродная сестра вот тоже интересно у литты дворянской элиты российской империи вот они друг на друге женились на близких родственниках в общем то это чревато до чревато многими болезнями и проблемами но как-то так у них обошлось две девочки здесь правда прожили они не очень долго где-то сорок семь пятьдесят там лет с лишним но не так много не не такая долгая жизнь остались внуки и один из внуков он что написал вот в этой статье александр рахманинов руководитель международного фонда имени рахманинова в швейцарии почетный президент казанского фестиваля александр рахманинов постоянно читателя и впервые согласился рассказать о неизвестных страницах жизни своего деда и довольно интересная статья но что отношение этого фильма конкретно этой темы которую я сейчас делаю показываю вам то что у него была любовница это да дело в том что фраза люблю вас все эти письма сергея васильевича и наталья александровны его жены и двоюродной сестры бережно хранятся в нашем семейном архиве рахманинов тяжело переживал расставание с родиной а когда она оказалась в пучине войны известно какую огромную помощь он оказывал и армии и отдельным людям в россии имеется виду первая мировая война он очень глубоко искренне любил россию свою отчизну но терпеть не мог советский строй его руководители но вот интересно а почему бы ему вот терпеть он не мог советский строй он не знал советского строя он не жил при советской он эмигрировал в январе 18 года самый разгар хаоса еще идет мировая война и и еще никто не остановил и в общем то большевики в этом смысле в последствии стали спасением для россии потому что гибли миллионы людей на фронте мирного населения там где шли военные действия это был хаос действительно хаос и почему ему ненавидеть советский строй он не жил при нем он не знает что такое советская страна он уже мог мыслить об этом только там за границей только потому что писали газеты или говорили иммигранты вот в их иммигрантской среде а на сегодня пока все с вами была галина конышева всем вам отличного настроения берегите себя не падайте духом все самое интересное только начинается надо пережить эти бесовские моменты подписывайтесь на мои каналы оставляйте свои комментарии лайки репостите это видео пускай многие люди узнают о том что писал например композитор сергей рахманинов перед революцией 17 года во времена временного правительства во времена победы буржуазной революции после того как свергли царя до свидания